С наступающим праздником, он действительно великий, значит, покойный батя мой встретил 5 мая конец войны, потому что они шли на Берлин, но их 172-я стрелковая дивизия 1-го Украинского фронта развернута была срочно на Прагу, восстали Чехии. Это я вам расскажу, потому что немногие знают, что происходило, на самом деле тоже парадокс происходит. Значит, в Праге патриоты чешские, которые до сего сидели, там даже в Макине было, сидели где-то по подвалам, они заоряли на весь мир, восстали где-то от чего-то, спасайте Прагу, там Прага погибает. А в Праге стояла дивизия СС и дивизия РОА власовцев. Так вот, первый, кто бросил спасателей к Чехов, там, уже патриотам, это власовцы были, это они вышибли дивизию СС оттуда, и 5-го числа на танки посадили десант, в том числе отцов и разведчиков, в Прагу вошли наши, до этого уже было все решено. А власовцев все были арестованы, они никуда, больше числом остались на месте, никуда не отходили, потом большинство было расстреляно, и получили в стройку лагеря. Немцы, дивизия откатилась, их пропустили, англичане с американцев, которые подходили там. И батя мой, 12 разведчиков на мотоцикле, захваченных немцами, там, на какой-то станции у немцев, выпустили навстречу, а там дивизия американская двигается. И по форме непонятной, кто это такой, если такие же, штормовку были примерно надеты, хотели бы стрелять по ним, не отступать же, потом выяснилось, что это союзники. Так что война тут закончилась в Братагии и прочем-прочем, в Берлине 8-9 мая, но после этого продолжалась война. Так вот я, к чему все это так долгое вступление рассказываю. Вот мне, друзья мои и наши товарищи, боевые Юра и Ольга, нашли сейчас давно забытые песни, которые я не исполнял никогда. Они не про войну. Я вот сразу скажу и сразу их напомню. Вот здесь три или четыре песни, сугубой мир, но очень давнишние, и как бы, в общем-то, и не по теме, но спою. А сейчас человек, все-таки вернусь к Афганистану, потому что я тут понял, пока я сидел на больничных, на всех, на этих, что вот песни моих друзей, даже тех, кто не на автор, начинали петь про войну в 80-е годы, в Афганскую войну, и умерли уже. Их на свете нет, эти песни никто не поет, к сожалению. Я решил, что это несправедливо совершенно, потому что они были гениальные люди, потому что без их песен история именно Афганской войны не имеет никакого смысла. Такое, нет полноты. Я начну со светлой памяти Яна Ицкевича. Этот человек, ну, не воевал он в Афганистане, он был полковник, преподаватель высшей танковой школы в городе Ташкенте. И много выпускников, очень много, воевали, действительно, танкисты, выпускники воевали, танковые училищи там воевали в Афганистане, приезжали, рассказывали, иногда он сам туда ездил, технику принимал, там еще чего-то такое. У него нет живых, у него сердце не выдержало, 50 с чем-то лет, он 58 лет, но он успел написать много хороших песен. Одну из них, две я сейчас ваше решение вам спою. Первый называется «Пустыня» Яна Ицкевич. Пустыня, 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 куда только ты не гляди, где соль белым инеем в стыне, на гулкой песчаной груди. Здесь, в небе, в высоком не тучке, без тени парящих орлов. Колючки, 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 да гулкая песня ветров. Колючки, 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 да гулкая песня ветров. В песках обитают вараны, да шустрые змеи снуют. Барханы, 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 как удаль уходящий верблюд. И пусть мы, как в бане, потеем, коль лето зимою здесь в угод. Проток подтяни портупиен и верить, что замена придет. И вторая известная песня. Я просто не хочу, чтобы не забывали, кто нигде и никогда ее, а кто знает, подпевайте, подпевайте ее, а кто знает, хорошая песня. Песня о Друге она называется. Я в прорези прицела глядел немало раз, но вот остался целым. Меня товарищ спас от рук бесценной Вовка. Проказник и пижон из бора, из винтовки. Душманом был сражен, мечтали мы пройти с ним по Арбату, смеяться вместе солнцу и весне. Хорошим был он парнем и солдатом, вы на слово должны поверить мне. Хорошим был он другом и солдатом, вы на слово должны поверить мне. И ветры нас косили, и высрывались вниз, из автолата вбили, где лепится карниз. В лицо нам бил вьюга, в объятия, и жег нещадно злой, и все жил покой друга. Я чувствовал с собой, мечтали мы пройти с ним по Арбату, смеяться вместе солнцу и весне. Хорошим был он парнем и солдатом, вы на слово должны поверить мне. Хорошим был он другом и солдатом, вы на слово должны поверить мне. Немного моросила, а у нас был только слабый норд. Без ловкой через силу покинули наш борт. Вот внизу земля сверкая, в объятия брала, а враг нас поджигая, дырявила купоном купола. Мечтали мы пройти с ним по Арбату, смеяться вместе солнцу и весне. Хорошим был он парнем и солдатом, вы на слово должны поверить мне. Хорошим был он другом и солдатом, вы на слово должны поверить мне. Тоска порой угложет, и я гляжу вокруг, а вдруг среди прохожих мне встретится мой друг, но быть того не может, сражен он на повал, и горю не поможет, ни бог, ни генерал. Он не пройдет со мною по Арбату, не улыбнется солнцу и весне. Хорошим был он парнем и солдатом, вы на слово должны поверить мне. Хорошим был он другом и солдатом, вы на слово должны поверить мне. Я написал еще множество песен в Абонистане. Я пытаюсь ребят, чьи друзей из Ташкента разыскать, много лет, но сначала требуется после развала своих друзей всех отыскать еще, они может быть и не в Ташкенте, а где-то. Но иногда приходят, находим интернет, там в одноклассниках, и боевые товарищи встречаются на Десантуре Ру. Ну, в общем, помощь есть какая-то, но все песни есть. Я-то знаю, еще пять, не знаю, я вот отрывками слышал, может, был давно и в концерте у него. Ну, вот это Ян Сикевич. Теперь вот, хотелось бы подвести моментом из старых забытых песен. А, нет, вот еще, не очень старый, недавно. Значит, в этом году для меня такой праздник был большой. Я служил в четвертом каскаде, который в 82-м году туда заехал, в 83-м снялся и навсегда. Это был последний каскад. Это каскад, это, ну, в общем, так, разведка специального назначения КГБ СССР. Книга вышла, так называется, выпил, рост специального назначения КГБ СССР, такая небольшая. Очень секретная, или пробили ее. Вот. Каскад этой операции была, сейчас помогу все это рассказывать. Это операции, чекистка войсковать, как угодно, зови, разведывательная там в Афганистане. Четыре было каскада. Наш самый большой, последний. И вот, 1 апреля, ну, тут совсем недавно считать, да, 1 апреля 83-го года, 90% личного состава приземлилась в Шерементьево. Каскада 4-го, последнего, нас долго не выпускали. Мы решали проводить таможенный досмотр, не проводить таможенный досмотр, а у нас ящики такие, вот каждый ящик, наверное, вот с этого панель такой, кубической формы, забитый оружием, и специи с деревьями, очень секретные, запломбированные, и многое чем еще. А пушки там горные времена, вторжения к вещам туда, там, сабли всякие. Ну, кто чего нашел, там, на блоках империи. Ну, а таможи, очень хотелось здесь. Окружили погранцы, и у нас, в Шерементьеве, и у нас погранцы, охраняли нас погранцы, низкий поклон, скоро у них тоже праздник большой. Это охрана, вот нас были, пограничники. О чем тоже, кто мало знает, потому что там вообще, вот это не говорили, больше 200 километров, больше 100 километров за пределами, и где-то находились. Кстати, вы знаете, что по сути нашей исторической охране погранцы по всему сферу? У американцев морская пехота, у нас пограничники. Вот, наши зеленых, поздравьте с праздником, у кого их близкие, 28 мая. Вот, и долго не выпускали, пока не проснулся на груди вещей, там, в самолете, все это же затянуто по центру было, сетка, и начальник штаба спал на этой сетке, прямо с самого Кабула, и когда мы доложили, что не пропускают погранцы, какие погранцы. Да вот они там, какой там можно, когда смотрят. И приказал, значит, срывайте пломбы, разбирайте оружие, берем Шереметьево. У нас были солдаты, офицеры воспитаны так, что приказ, ну мы же никому не подчинялись, там, не министр обороны, ничего, раздолбайся, не раздолбайся, но вот так вот, в цели собственной безопасности, лучше дурацких приказ не слушать. А тут свой, начальник непосредственный. И уже кинулись, срывать пломбы, солдаты в первую очередь, кинулись, мы там еще в затылках чесали, что делать-то, старший командир, мы еще не до части не доехали, значит, что воем. Ну, тут убежал майор, который командовал погранцами, а те стали с автоматами вокруг самолета, кругом, автомат на боевой взвод, и наши милые дамы, как посольские, серпрез, которых мы везли, не знали, куда деваться, вот там он, мы тоже не знали, но у нас проще колеса-то большие у самолета, а женщин куда девать. Кусты вот там, метров 30, тут погранцы с автоматом. Ну, женщин уважать, стали стеной, погранцов закрылись, закрыли, и они там все свои женские дела сделали. Ну, носики попудрились за колесами, между колесом автомобиля, но издевательство, по существу, было со стороны погранцов, то есть что, ребята. Ну, майор убежал, который суетился, бегал, потом прибежал, подождите, ничего не делать, убежал, потом, черт своей, сами будете разгружать. Хорошо, сами разгрузим, сами разгрузились, значит, вот, четвертый каскад покинул без проблем землю Афганистана, вернулся. Еще некоторые, кто воевал в каскадах, у нас оставались качественных советников до самого конца, и после окончания нашего пребывания, после 89-го года, мой зам, вообще 13 лет там пробыл, в Афганистане, вот он вернулся, только-только, при всех режимах, при талибах, при Наджабуле, никого, когда посол убежал, там, когда наши всех хватали шмотки на жопе, убежал, он спасал афганских, тех, кого приручили, афганских друзей, те, семьями, талибы их перебили, перелешили, вот, поскольку он погранцов-то знал, всех еще по старым временам, отпускал на подбеках машину, очень много чего рассказывал, это тоже тайны, которые через 50 лет, и то вряд ли, через 50 лет они никого не будут интересовать, а между прочим, то, что мы имеем на сегодняшний день, напрямую зависит от 10-ти почти лет войны в Афганистане, это экономическая диверсия для нас, и моральное разложение армии, и много-много чего еще произошло, и мы обязаны, обратитесь сами, в 89-м году кончилась война, тут же в 89-м, депортизация срочно, в 91-м, в 93-м, ну, что рассказывают, все уже свидетельцы в силу этого, участники активности, да, да, туда активные участники, и был издан приказ, ни в коем случае не давайте объединиться, это в 86-м еще году, выходящие из Афганистана из боевых действий солдат и офицеров, какие-то подразделения, ЦК, он действует приказ до сих пор, и у нас много всяких ассоциаций, советов, организаций, отдельно взятых клубов, там, значит, независимых, в общем, и общего нет, ну, боялись, понятное дело, сюда же, потом бросили кость, назывался камень, ну, ладно, бог с ним совсем с этим, ладно, тогда, я вот эту песню, посвященную выводу, окончанию для Каскада, потом это мы узнали, что мы называемся, Вымпел, оказывается, название было с 91-го года, явно с 81-го, я об этом узнал только в 91-м, ну, в общем, песня называется «Последний каскадер», я написал, и сегодня исполнилось, мы собрались, конечно, у Марти, вся наша Бадахшанская группировка, у нашего замечательного друга, он был главным офицером связи, самым секретным человеком в Бадахшане, и мы все шутили, Виктор, сейчас он профессор, «Последний каскадер», там много трудов написал, занимаясь криптографией, и вот мы все шутили, а он на полусерезе, он такой, от науки полный человек, полностью человек, он боевой офицер, ну, он там весь труда, а вот, и он, я его все подкалываю, «Ведь, вот если духи нападут, ты должен все уничтожить, сжечь, чего не горит, сожрать, а потом тебя пристрелили, у меня приказ такой, что вы что, наверняка ты мне дался, как? Пугался, потом, «Да ладно, серьезно, что ли?» Но тем не менее, на него было нападение, похитить, убили другого офицера, по связи, который приезжал, но это уже было без нас потом. Ну, вот последний каскадер. Вот и все, закончена работа, идет среди афганских гор, каскадер четвертого залета, и последний самый каскадер, каскадер четвертого залета, и последний самый каскадер. Без брони идет, без автомата, весь багаж, рюкзак, чемодан, парень из последнего каскада, покидает мартовский алган, парень из последнего каскада, покидает мартовский алган. По Габульскому аэродрому Он идет, не чувствуя весны, За четыре тысячи версток дома И за двести метров от войны. За четыре тысячи версток дома И за двести метров от войны. Он почти утрапа оглянется, Остановится и на момент Отчего-то грустно улыбнется И закурит сигарету Кент Отчего-то грустно улыбнется И закурит сигарету Кент Может, нет для радости причины, А может, просто до смерти устал Смотрит он на горные вершины Меж которых жил и воевал Смотрит он на горные вершины Меж которых жил и воевал И когда, прервав минуту эту Дружески махнет ему пилот Он щелчком отбросил сигарету Не спеша поднимется на борт Он щелчком отбросил сигарету Не спеша поднимется на борт И подрёв турбин родного ила Боевых традиций не забыв С бортмехаником по кружке шила Без закуски выпьет за отрыв С бортмехаником по кружке шила Без закуски выпьет за отрыв И уже под мирный гул мотором По дороге к дому и весне Будет спать и видеть сны которых Никогда не видел на войне Будет спать и видеть сны которых Никогда не видел на правые Будут в снах тех рейды и засады БТР, трожащий горячо И блокпост, где все его ребята Живы и не ранены еще Будут в снах у каскадеры горы Весь дыму Хайберский перевал Не будите люди каскадера Он свою войну отвоевал Не будите люди каскадера Он свою войну отвоевал Мне кажется, что эту следующую песню Фаизобадская лирическая Ее так назвал первая Кто опубликовал эти песни В журнале Новгорода Таком книжечке маленький Когда поют солдаты Или о чем поют солдаты Не помню Он так ее назвал Фаизобадская лирическая Потому что она на мотив известный Напев Сормовская лирическая Но она Посвящается на четвертому каскаду Из Фаизобада Из Бадахшана И имел честь командовать И пограничниками И не пограничниками И удачно Потому что все живые вернулись А так вот о нашем житье-бытье Фаизобадской лирической Есть там имя Басир Это командующий Бадахшанским антиправительственным фронтом Мы не очень его беспокоили И он нас тоже не очень Он там командовал А мы собирали разведданные Совсем по другим территориям И по другим странам И государствам А не по местным бандитам Которые там воевали Ну такая задача была Но тем не менее Однажды Зачем-то За орденами поход был Мы навели на него Вертолетчиков Те разбомбили И он тяжело раненый В ногу Ушел на Москагорный Туда На полгода В пастбище И там лечил ногу свою И потрясающе У меня есть брат Названный Вот я вот говорил Наработал был сотрудник Ответ сотрудник радиосвобода Валера Коновалов Вот он Однажды звонит мне из Мюнхена Он часто звонит А тот из Мюнхена Мне Года 4 назад что ли И предлагает поговорить с Басиром С этим Басиром А тот в Мюнхене Там очутился Мед 5 назад А я не знаю что говорить Ранение тяжелое А тот ему и рассказал Все Да вот у меня командир Каскад Вот сидит Сдал меня с Патрахани А тот По русски говорит Неплохо Но можно понять Хазрат его привил Там познакомил Ну ты знаешь Да Тоже аугаин Поговорил Вот я понимаю Там война была Мы были войны Ты воин Я воин Приезжай ко мне в гости Я хотел сказать Лучше нет Ты ко мне Так он там Так я то не поехал Понятному делу туда Даже не исчез Это он отсюда исчез А поехал Федоров Димка Федоров Это Выглавляет боевое братство Города Коломны Отчаянно Тоже в 860 полку Там служил Он же пятый раз сюда съездил В этом году И первый раз он поехал Ночевать было негде Они нагло заперлись К этому Басиру И там он это тоже рассказал Этого послушал Хромает С палочкой ходил Охранец вооруженный Почетный гражданин Ну там Будакшин Это самый басир Инженер басир А накормил Оставил ночевать Я больше ничего не сказал Больше не встречался Там уже Так-то Вот И значит Файлобанское Лирическое Там будет И губернатор Там действительно Был провокатор Потому что Он там в конце концов Он там сдал всех И советников Там наших Еще что-то такое И сбежал Хотя Бадахшан Стал свободным Там Остался свободным Потому что Он И тогда они хотели Чтобы советские войска Вывели оттуда Они никому Никакому правительству Не подчинялись Отдельно Там вообще сложно Четыре района сходятся И войскогорный Бадахшан А в Уганске Он независимый И свободный До того Что там теперь Асфальтовые дороги Лучше чем в Москве Там Чуть не с горишниками Все на торговле Наркотиками Потому что Тот-то человек Который вложил В завершенные миллионы долларов Живет В нашем Ну не на нашей А там На сопредельном государстве И в Клатово До Бадахшана А там всегда росли Конопля Майки И все, чего хочешь Ну вот А это тогда Все росло Басир воевал С правительственными войсками Мы с Басиром В краю Незнакомом Далеко от дома Цепляясь За скалы Плывут облака И то Четвеками Гранитные камни Здесь Мутными водами Кокча река И то Четвеками Гранитные камни Здесь Мутными водами Кокча река Предгорья Памира И Банды Басира И город С названием Простым Файзабад Где сам Губернатор Почти Провокатор Где год Коротает Четвертый Каскад Где сам Губернатор Почти Провокатор Где год Коротает Четвертый Каскад Здесь С койками Рядом стоят автоматы И смотрят на горы, стволы, БТР. Ты редко мне пишешь, Твой голос всё тише, А письма так долго идут в СССР. Ты редко мне пишешь, Твой голос всё тише, А письма так долго идут в СССР. Здесь радио нету, И редкие газеты, Транспорт единственный здесь вертолёт, А ночью ракеты и трассеры где-то Терзают на части чужой небосвод. А ночью ракеты и трассеры где-то Терзают на части чужой небосвод. Здесь ветры сжилы гора, На склонах отары, На озеро шиво придёт караван. Здесь рвутся гранаты, Летают снаряды, И тянет с дуканом в гашишный турман. Здесь рвутся гранаты, Летают снаряды, И тянет с дуканом в гашишный турман. Мы вспомним ребятам, Как пели когда-то По лавопочке Хрустный скупой огонёк. Как жили на вилле, Как у горы ходили, Где нас прикрывал миномёт Василёк. Как жили на вилле, Как у горы ходили, Где нас прикрывал миномёт Василёк. Ну кто нам пока предскажет, Когда нам прикажут Собираться в чужую страну. И парни с каскада возьмут автоматы, И мир, защищая, уйдут на войну. И парни с каскада возьмут автоматы, И мир, защищая, уйдут на войну. И там ещё одна была самая главная. Не надо им петь? Да, и встретишься снова дома второго. А может быть, у проходной дворей? Ну не, надо двух получать. Бокс не. Значит, эта песня, которую я мало пел, Это тоже в основном про Бадаршан, Фейзобат, И работа армии и наше подразделение. Здесь солнце бьёт с вершин лучами маяка, Над пешлаком корши зависли облака. И топчет караван в столетнюю тропу, Вот так Афганистан врывается в судьбу. И топчет караван в столетнюю тропу, Вот так Афганистан врывается в судьбу. Над речкой её, как чой, качается жара, И пахнут алычой, качаи ветра. Под маской котелком, Каской котелком, Дуреет голова, Трещит под сапогом, Пожёгшая трава. Под каской котелком, Дуреет голова, Трещит под сапогом, Пожёгшая трава. Призраком воды Дурачат дрожи, А сколько до беды? Попробуй, предскажи, Ну кто бы нагадал, Что сбудется вдали, А мы идём в горам Пятнадцать шуравей. Ну кто бы нагадал, Что сбудется вдали, А мы идём в горам Пятнадцать шуравей. Некогда смотреть На местный колорит, Нам к вечеру спеть На базу предстоит. Мы смоем пыль и пот И запах от ремней, И встретим Новый год В компании друзей. Посветит мой репот И запах от ремней, И встретим Новый год В компании друзей. На немой вопрос Без усых новичков Поднимет этот тост Без вона и без слов Начинает ночная тьма Над модами кружить. Какие здесь дела Отдают наши жены? Начинаем, начинаем, Над модами кружить. И здесь дела Такая наша жизнь На незримых фронтах Необъявленных войн Нету паузы И нету антрактов Всё гремит над землёй Нескончаемый бой Для затворов И танковых траков И прикладу плечо Претерпелось уже Мы поднимем его по-другому Их душванов, что прячутся В трещины Ни один не вернётся Да думал, как значит плен Не брать тут, значит будут пила Значит будет стервятником пища Вон зелёной лентой Ракета пошла Мы идём к тебе Слышишь, дружище Мы поднимем тебя На сплетённых руках Донесём до борта вертолёта Камни падом Откликнется эхо в горах На прощальный салют Разведзвода Камни падом Откликнется эхо в горах На прощальный салют Разведзвода Эта песня Андреевна пела Я приехал в отпуск В 82-м году Тут не знаю радоваться Или опять не радоваться Мне тут сообщили Что оказывается Меня дважды представляли к органу Один я недополучил Он где-то хранится С 82-го года Неважно Я не получу Ни один раз Который представлял армию Я получил Комитет Будет безопасности Нет Но неважно В общем по этому случаю Мне дали авансом отпуска Я в августе 82-го года Приехал в Москву И у меня семья была Мам, отец Поразило то Что уже шли поток цинки А здесь Ну как мы В Афганистане Все в кожных Плащах Пиджаках Джинсы US Top US Поп Команда Там всякие вот эти Батники На молнии То есть под полы Женские трусы Неделька Расхожий материал И все контрабанда Все из Афганистана А что где-то тихо Сапычи В инкоматы Идут цинкачи Цинки Двухсотые грузы Это уже Все едут и здесь Но я так Написал песню Да, познакомился с парнем Не познакомился Он был со мной Только С соседней провинцией В местной телесамолете Он снайпер И вот я за него Написал эту песню Да Ну и модные было Бананы Все ходят в бананах И девочки И мальчики У Березки Ломщики стоят В бананах То же самое И меняют чеки В этом ВПТ На какие-то бумажки А у нас ничего Больше нету Потому что не платили Афгане Меняли на чеки И только с чем Мы пришли Сюда вот потом Кто поумнее Эти чеки копил Тут Ну мы Афгане получали В армии Менял их на чеки Копил Кто по пятому Третьему разу Потом Березка Товарился А кто Типа меня Первый раз Чего копить На водку Все Матушку Зато вертолеты Летали Авиация Вся наша Все друзья Товарищи И выбирали Дубленку Или своя Дубленка Ну не важно Вот и песня Размышления снайпера Который такой Спецназа Который после Посещения Москвы Старлиц Нашей родины Вернулся опять И тоже попадает На боевую операцию Она не совсем Удачная боевая операция Вызвали подмогу Потому что Их зажали там И временное затишье Ждет Когда прилетят вертолеты Он лежит Смотрит в прицел Своей снайперской линтовки И вот И такие мысли Его посещают Четвертый час Лежим в пыли На солнце Ярусно степит Чуть-чуть Повода Догорает Бэмпэ Тоска такая Хоть кричит А наша рация Молчит И черти Что за мысли В голове А где-то Мальчики Надел бананчики Клиентов У березки Поджидают Дилово А у меня В прицеле Солнечные зайчики 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 И больше ничего Мы вышли Встретить Караван Но напоролись На душман И духи Нам устроили Аврал Играем с ними В чет-нечет И час за три Идет в зачет О чем Нас кадровик Предупреждал А где-то Мальчики По ресторанчикам Под вечер Отправляются На импортных авто А у меня В прицеле Солнечные зайчики 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 И больше ничего А может так и надо жить Кому стрелять Кому кутить Кому-то все это Показывать В кино Но ощущение Гнетет Что все известно Наперед И повторяется Забытое Давно И эти мальчики По кинозальчикам Геройство наше Будут наблюдать Из темноты И щекотать Подружек Резвым пальчиком И целовать Зевающие рты И щекотать Подружек Резвым пальчиком И целовать Зевающие рты Такая Кто песню пули Слышал Хоть бы раз Поймет Спросите Каждого из нас Что в мире Нет прекрасней напела Когда она сторонкой пролетела Свою ты не услышишь никогда Безшумно Как подочья звезда С последним ощущением тревоги Она тебя отыщет Среди многих А потому Под пулями не гнись Не удлинишь Таким маневром жизнь А просто надо двигаться вперед Сомкнуть ряды И кто-нибудь Дойдет Такая вот философия войны О песне Что войною Рождены Прекрасны и страшны Не потому ли Что главная тема Песня Пульс Итак Песня пули Вредит песнями Земля От ручья До соловья Композиторы В идеях Утонули Но однажды вышло Друг Нам почувствовать На слух Песню пули Песню пули Но однажды вышло Друг Нам почувствовать На слух Песню пули Песню пули Мы узнали старина Как умеет петь война В Кандагаре В Бадахшане В Кабуле Под аккорд 5.45 Смерть выходит Исполнять Песню пули Песню пули Под аккорд 5.45 Смерть выходит Исполнять Песню пули Песню пули Рикошеты от земли Пули прыгают В пули Вон фонтанчики К кому-то потянули Не дает ли перелет Но кто-то жизнью Оборвет Песню пули Песню пули Не дает ли перелет Но кто-то жизнью Оборвет Песню пули Песню пули Было дело Бой гремел Каждый честный Друг и смел Мы не дрогнули И вспять не повернули Ни за деньги Ни за страх Вот и слышим мы Во снах Песню пули Песню пули Ни за деньги Ни за страх Вот и слышим мы Во снах Песню пули Песню пули Вредит песнями земля От ручья До соловья Композиторы В идеях Утонули Но однажды Вышла друг Нам почувствовать На слух Песню пули Песню пули Но однажды Вышла друг Нам почувствовать На слух Песню пули Песню пули Песня разведчика Из группы Специального изучения И вообще всех разведчиков Кто бывал гора В пустыне Хуатиса Где угодно По всему Афганистану Ты по кромке ледника Шел как по канату Рва летела На куски Скальные клыки Разглядеть старался Мир в прорезь автомата И Аллаха С самого Сапол за грудки Вот и сравнивал с добром На весах фемиды Запах крови раздувал Ноздри как меха От романтики дошел До тупой обиды И у смерти побывал В роли жениха Ты столетия отмерял Трупами овечьями Ты в обойму загонял Сразу тридцать судьб В умных книгах назовут Буднями разведчика Этот пройденный Тобой невозможный путь В умных книгах назовут Буднями разведчика Этот пройденный Собой невозможный путь Воду пил из река Пригрышними полными И в желтусочном бреду Материл весь свет И накатывала грусть Ласковыми волнами Когда с почкой получал Тоненький конверт И накатывала грусть Ласковыми волнами Когда с почкой получал Тоненький конверт И ты в миру старался жить Как тебе завещано На детскую суету Не желал смотреть Но тебя не излечить Ни вину ни женщинам Ни работе ни друзьям Боли не одолеть Но тебя не излечить Ни вину ни женщинам Ни работе ни друзьям Боли не одолеть Возвращаясь опять к каскадеру Был замечательный спектакль Театрин Таганки Туда ходил Замечательная песня была Слова Брехта, по-моему Так звал Добрый человек Сезуана Но Высоцкин Он писал ее Эту песню Но он писал Там собрали Здесь ворчунов Все чудаки Везде Один сказал Что Гебель срет А их осталось Девять Ну это вот Мелодия та же И считалочка Это она вообще Не немецкая Не брехт Это негритят Десять негритят Там пошли купаться В море А это про четырех каскадеров Сначала Их было пять каскадеров Ну дальше понятно Пять каскадеров Лезли ввысь По кручим На помире Но сверху Камни сорвались Их Уже четыре Однажды Четверо пошли В кишлак Под юльханую И власть народную Спасли Но их Осталось трое Три каскадера Шли в песках Плелись едва Едва Один ловушку Прозевал И их Осталось два Из кишлака Услышав крик Решили Поглядим Но там был Снайпер Штурмовик И их Уже один Один вернулся И ему Молиться бы судьбе Но стал не нужен Никому И главное Себе За рюмкой Коротая до ней Он сжег себя До пола И снова встретились Они Такие Вот дела Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- как бы в теме, мы с концертами друзьями объездили, но ночью кончилось, и еще. Ну, весь Советский Союз, бывший. Все я посмотрел, и самый север, и самый восток, и потом уже после 1996 года посмотрел самый запад. В Кенигсберге, когда в Калининграде фестиваль проходил. Очень много было концертов, и куда не приедешь, значит, особенно вот в Средней России, туда в север, чуть-чуть Мордовия, Башкирия, вот село такое, маленькое, там петельная пушка, накладывающая, две-три могилы афганцев хоронили. До 1994 года нельзя было писать, где погиб, и чего погиб. Но вот солдат, и уж никак не 15 тысяч, потому что по всей России, по всему Советскому Союзу разбросаны вот эти безымянные могилки. Том 1994 специальным решением ЦК было решено ставить пирамидки, и то не писать, где погиб, а при исполнении там воинского долга, или еще что-то такое. Но это было жутко, представьте матери, не давать написать, где погиб его сын там. Тем более, никто ничего не скрыли, и все это бесполезно совершенно было. Вот, и песни, конечно, там с одной стороны было тяжело их петь, эти песни, и писать, потому что вот на концерты начиналось на первом, и вдруг как обычно сажали матовщих, вот наших погибших, матерей погибших, там ребят, а они тяжело, это война-то еще не кончилась, но вот шли, как петь песни, когда вот две-три помощи скорые вызывают, приезжают, и мы не знали, что делать. Пытались разбавить веселыми, и получалось нескладно, в общем-то, какие-то веселые песни, то же самое улыбкой, а тут... Ну вот одна из песен, которые мы встречались, пионеры еще были в девяносто каком-то году, я думаю, там встречается, песня написана туда, и Марьяна Захарова, она, женщина у нас единственная исполнительница песен замечательная, она обратила внимание, что из всего количества погибших, процентов 60, почему-то все Сергей, Сереги, она песню писала, Сережка, ну так получилось, в общем-то, все пойми, пойми Сергей. Ну, а здесь у меня Алешка. Ах, Алешка, Алешка, вот и кончился путь, не хватило немножко от беды отвернуть под разрывом снаряда Двадцать лет протекли в кишлаке под Гератом придорожные пыли. Алешки, Сережки и Сашки, пропавшие потом тельняшки, давай по последней затяжке И что там дали Далеко, далеко от дома В суровой стране незнакомой Рабою военной, свинцовой Вы вечной ушли. Ах, Алешка, Алешка, Вот и кончился круг, Где-то мать у окошка Только охнула вдруг Да соседская зойка У дверей замерев Только плакала горько Без венца А в древе Алешки, Сережки и Сашки На камне гранитном ромашке Приходят сюда первоклашки Встречаю зарю Неправда, что память с гадами Заносят песком и снегами Мы знаем, мы помним, вы с нами Как прежде в строю Ах, Алешка, Алешка Вот такая грустная песня Грустная песня Из числа грустных песен Да я отношу и такую Я ее написал-то по поводу Но вот только Юра Меня заставляет последнюю петь иногда Да еще наш оператор Значит, давайте спроси, что я не добежал Такая песня дезадресная Жена у меня слушать не может ее Когда я заперлал пластинку В 87-м году На фирме «Мелодия» Десять раз я ее пел А этот решет подходить Слушать, говорит Подожди, собери еще Да там женщина все плачет За Путинка А там зашел послушать Там горемит Что-то заплатишь и заводишь Это ужас какой-то Вот восьмого раза только записан Ну вот она Да, ну вот Простите, так много грустных песен Собралось На этих домирных никак не доберусь Прости, что я не добежал До вражеского дзота За сто шагов в прицел попал Чужого пулемета Прости за то, что в том бою Не думал о тебе В чужой стране, в чужом краю Но выжиданной земле Я жизнь любил, как никогда В походах ли, в атаках Моя звезда, твоя беда Поправка к зодиагу Прости за лучшие года Возможные с другим Прости за то, что никогда Никто не повторил А тут студент Соперник мой Очкарик книгачей Прости его, что он живой А я уже ничей Не доискаться до причин И смысла бытия Прости, что первенец Твой сын похож Не на меня Когда придут мои друзья Покаются за брата Прости их, нежная моя Они не виноваты Что не спасли Не сберегли Поверь мне их вина Они свершили, что могли Но верх Взяла война В одной шеренге С ними я Под пулями душмана Ходил в атаки За тебя В стране Афганистан И свято верил В тот народ Который защищал Прости мне вражей Пулемет И что Не набежал Прости мне вражей Пулемет И что Не набежал Из редких песен Начал песню По востоку По востоку По востоку К нему тянется дорога Путаясь в барханных соснах И горах По востоку По востоку Заложите души богу И в патронник Загоните Звой страх Караван из Пакистана Бартов духов Из Баглана Пища автомату Твоему На гражданке Ты был смен Здесь тебя проверят Делом Объяснят Что как И почему По востоку По востоку Перекурим Брат Серега На атаки Остается Пять минут Небо Высветит ракета Чья-то песня будет спета А кого-то В цинках Порезут За спиной РД тяжелый Ты терпеть не мог Со школы Если что-то Давит на плечо Это было все Когда-то Здесь не школьники Солдаты Ведь год за три Пишутся в зачет По востоку По востоку Где ж ты венка Не дотрогая Помнишь Как тебя я Станцев провожал Заловались до рассвета Ладно Стоит ли об этом Все решит Последний перевал Штык героя Пулятура Это все Литература Это все Газетная Мура Из далекого Герата Передай привет Ребятам Нашего Московского Двора Из далекого Герата Передай привет Ребятам Нашего Московского Двора Это водителем Посвященный Конкретно В лице Сергея Кузнецова Афганца Которому написали Много песен Действительно Неворотни Воров Значит Это Парень спецназа Это мне посвятил А я в ответ Посвятил ему Водителю Боевым водителем В Афганистане Перевалы Лощины То засады То мины Словно Загранный Дышит Мотор Раскаленные ветры Не ползут Километры Среди серых Пылающих гор Раскаленные ветры Не ползут Километры Среди серых Пылающих гор Под колесами Камень Не шути с тормозами Ты ведь все же КамАЗ А не танк Раньше В этой кабине Ездил Пашка Вершинин Да не выпустил Пашку Салан Где нас только с тобою Не мотало войною Мы пропавшей соляркой собрат На восток По востоку Мы мотаем дорогу На израненный пуля И скат На восток По востоку Мы мотаем дорогу На израненный пуля И скат Мы в любых переделках Не дрожали в коленках Мы ценили Отчаянный ли риск Нет ни бога ни черта Только сдавит аорту Промикнувший в пыли обелиск Нет ни бога ни черта Только сдавит аорту Промикнувший в пыли обелиск Вот за тем поворотом Непонятное что-то Стекануло по скалам картечь Ну небыдой родимой Нам еще для любимой Надо жизнь и надежду сберечь Ну небыдой родимой Нам еще для любимой Надо жизнь и надежду сберечь Нас цветами встречали И фугасы рвали Было дело Хлебнули чудес Ковыляет бетонка То гордес то зеленка То зеленка То снова гордес Ковыляет бетонка То гордес то зеленка То зеленка То снова гордес Перевалы лошины То засады то мины Словно загнанный дышит мотор Раскаленные ветры Ползут километры С межафганских стреляющих гор Раскаленные ветры Ползут километры Межафганских стреляющих гор Так, тогда вот эта песня, да. Песня другого моего, зама, зама по диверсиям. Он у нас был единственным неженатый, хотя ему было 27 лет. Собирался жениться, ей было 15 лет, она жила в городе Минске, где он учился. Еще кто-то у него был, там фотографии какие-то, а мы со вторым моим замом, который парторгом еще являлся, из нас троих, он еще парторгом был. Говорю, давай, мы женаты, он не женатый, давай пустим, давай его отпустим, в отпуск направим, зададим, что он партик до него. Написали письмо этой самой девочке, она балерина была, заканчивала учить балет. А он переживал, что он старый, а он работал в Днистоте Смерти, только есть в Москве. И там, после Академии Химдыма, и он облысил. Вот куда, ей 15 лет, он говорит, да нормально, слепишь, нет, как пластилин, чего угодно, там сделаешь, там такой бой, суровый явишься. Написали наш письмо. Он увидел, прочитал, порвал у нас, обозвал нехорошим словом обоих, парторга и командира. Но, тем не менее, отправился, и мы как бы ждали, через 52 дня, как положено, вернулся, ему что, сделал предложение, сделал, что сказали, еще 3 года подождать. 15 лет куда там. Хотя в Беларуси можно было в 15 по закону, там, в Беларуси, еще какая-то Молдавия, по-моему, в Узбекистане, там можно было в 15 лет браке заключать, как ни странно. Но ничего, он выдержал там, еще после войны, еще год прошел, он туда ездил. То есть, потом у нас свадьбы, у него погуляли, полный с 18, погуляли, здорово погуляли, помню, я там, 3 дня на работу выйти не мог, никто там. А тогда, значит, вот он написал песню, он вернулся, вернее, нет, это вдоль того, написал песню. Джилгар там такой мелькает, это у нас гора большая, там две, Джилгар большой, Джилгар маленький, и внизу, в самом подноре, стоит вилла, на которой мы жили, на самой крайней. город Файзабада, и нас прикрывал там две зенитные, две зенитные минометные батареи из полка. Зачем зенитки нужны были, не знаю, самолеты там не летали вражеские, но минометы были, и серьезные, они, вот на наши виллы, снаряд летали туда, и к нам подойти было очень трудно, и чего с нами сделать тоже. Вот над этим Джилгаром Юра наблюдал, и Юра, по диверсиям, наблюдал Луну, и Луну писал стихи, тосковал. Вот, вот получил хорошую песню. Это песня Юрия Ивановича, посвященная его будущей жене. Какой виртуаль, он еще не знал, он просто решал, что жениться пора у него. Над Джилгаром зашла луна, серебром на кокчи расписалась, я в картинках цветного сна вспоминаю, как ты смеялась. По последнему снегу шла, собирала его в ладони, улыбалась, когда весна каплей падала на подоконник. По последнему снегу ушла, Собирала его в ладони, Улыбалась, когда весна Каплей падала на подохонник. Завтра сдавленный крик и шагам, Или гулаки и мин разрывы, Мне напомнят прямо с утра, В Файзабаде лишь сны красивые, Ну а вечером грусть и тоска Наплывет под гитарой пенье, А сегодня мне нет письма, Что поделаешь, не везенье. Ну а вечером грусть и тоска Наплывет под гитарой пенье, А сегодня мне нет письма, Что поделаешь, не везенье. Теперь тревожно моим друзьям, Каскадеры, грустить не умею, Я во себе вспоминаю тебя, Ту, которая ждет и верит. Над жалыгаром зашла хула, Серебромно, как чин, расписалась. Я в картинках сирного сна Вспоминаю, как ты смеялась. У всех, да, книги про пиратов, песни про пиратов, и я писал тоже про пиратов. Но если хотите так оборозиться, как бы не понял, помнишь, что в прошлом веке, когда точно не понял, написано. Вот мне, вот нашу волю вытащил откуда-то из каких-то загашек, я уже не знаю откуда. Но такая, чтобы от тематики войны уйти там совершенно, с вашего решения. О, ладно. Не предав мечты о вольной воле И не разуверившись себе Жентельмены, кто пойдет со мной в море Кто не хочет больше ползать по земле Жентельмены, кто пойдет со мной в море Кто не хочет больше ползать по земле Под покровом сизого тумана Мы уйдем в погоню за мечтой Жентельмены, выбирайте капитана Поднимайте черный вымпел над водой Жентельмены, выбирайте капитана Поднимайте черный вымпел над водой Пусть удача встретит с отважным Сто чертей в подмогу парусам Жентельмены, это судно будет нашим Пушки к бою, канониры по местам Жентельмены, это судно будет нашим Жентельмены, пушки к бою, канониры по местам А ворванцы сброд многоязычный Есть одно лишь мужество в цене Жентельмены, делим поровну добычу Капитану полагается вдвойне Жентельмены, делим поровну добычу Капитану полагается вдвойне А потом плати за все без сдачи Что пропьем на море, но живем Жентельмены, это женщина удача Вместе с нами барбадосских и щитров Жентельмены, это женщина удача Вместе с нами барбадосских и щитров Ну а коль она окажется неверной Кто судьбу напрасно не клянет Жентельмены, кто пойдет на Рею первым Черт возьми, давай начни палач с меня Жентельмены, кто пойдет на Рею первым Черт возьми, давай начни палач с меня Жентельмены, кто пойдет на Рею первым Да вот длинный уж так получается Вторая там Нету там больше? Нету Жди меня, зеленая русалка И не то, чтобы жизни было жалко Жалко, да, 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 да Так я это понял точно И не то, чтобы жизни было жалко Не ее Отпущено вдвойне Жди меня, зеленая русалка Не хотел пройти к спею Я свои закончил счеты на земле Жди меня, зеленая русалка Я свои закончил счеты на земле Николаевич, можно ее написать? Кого ее? Вот эту песню, он написать Так я же пел ее, длинную Целек чего? Целек общущего Давайте другую же поем про пиратов Так нравится про пиратов Да, 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 да Горсара, давайте Сердце унит А сердце ненасти Холодный туман Тоска сторожит у дверей Живет моя радость За три девять стран За три девять синих морей И мне до нее Не добраться никак Не выиграть спори с судьбой Я капельством занят В житейских морях Где каждому каждый чужой Я капельством занят В житейских морях Где каждому каждый чужой На кровь мою выдан Кому-то патент И значит, косар обречен Как гончаю мчит Королевский корвет Моей бригантине Я очень устал от контузии и ран Мой голос от крик от команд А где-то далеко За три девять стран Ты дремлешь под пеньем цикад Ты дремлешь, не слыша Как пушки ревут Судьбу мою в клочья громят Но я погибая тебя позову Любимая, помни меня Но я погибая тебя позову Любимая, помни меня Я жить по законам людским не хотел Я сам себе выбрал игру Походную старую песню запел Пусть шпагу привезли бедру Пусть пушки ревут Пусть пушки гремят за спиной корабля Шумя неудачнику плен Но реет на мочке косынка твоя Пиратскому флагу взамен Но реет на мочке косынка твоя Пиратскому флагу взамен Один против стаи И справится волк Такой же закон у людей Прости я до счастья Пробиться не мог За три девять синих морей Уже и палач Разминает плечо И лязгую цепи оков Я гибну Но славится имя твое Отныне повеки веков Я гибну Но славится имя твое Отныне повеки веков Спасибо Спасибо вам большое Что хватает Ты не можешь это выпустить До конца А полночный тост Можно? Полночный тост? Можно Михалыч, полночный тост Крайняя песня Пожалуйста Просто у нас есть Хозяева Который Полночный тост За друга старого С которым вместе шел Через войну Земля дымилась Плавилась пожарами Мы мечтали слушать Потишину Я поднимаю тост За друга верного Сурового соврата Моего Я б не вернулся С той войной Наверное Когда бы рядом Не отпущено Куда бы я забросила Судьба Я помню Как однажды Друга лучшего Свела со мной Авгельская тропа На старой фотографии Любительской Еще после атаки Не остыв Стоим мы Два десантника Из Витебска Устала Улыбаюсь В объектив И я гляжу На эту память Прошлую Свеча горит И тает Скорим Но день последний Верили Салеши Тот день пришел Я праздную Один А за окном Ночная дьма Колышется Вижу На фотографию Курю И мне Охрипший Голос Друга Слышится Живи Я прикрою Как в бою Рассвет Встает Над городом Пожарищем На улице Трамвай Без меня Я пью Вино За старого Товарища А был бы Жив Он Выпил За меня Рассвет Встает Над городом Пожарищем По улицам Трамвая Из меня Я пью Вино За старого Товарища А был бы Жив Он Выпил За меня Дорогие друзья Я извиняюсь К сожалению У нас Есть Дамечательные Хозяева Которые Надо ехать